здравствуйте дорогие студенты сегодняшняя тема называется этапы создания трехмерного проекта мы сегодня с вами будем рассматривать трехмерное пространство построя пространственные модели источники цвета и материалы графический 3d конвейер проекции буфер глубины программные трехмерные графики мы на первой теме с вами рассмотрели трехмерное пространство да я вам рассказала в типичных 3d приложениях например трехмерное пространство обозначается с тремя координатами да x y z при этом x координата обычно означает горизонтальное направление да y координата это вертикальная а z координата это глубина в некоторых приложениях координата например y и z меняются местами да очень важно понять что определенная точка в трехмерном пространстве например вершина объекта имеет свое абсолютное приложение в трехмерном мире и она привязана к определенным глобальным мировым координатам да кроме того это также точка такая же точка например имеет или локальные координаты да которыми определяются ее местоположение относительно других частей объекта да трехмерное пространство это куб гибернетическом пространстве да создаваемым в памяти компьютеры наименьшей областью компьютерного пространства которая может быть занята объектом является точка приложение каждой точки определяется той тройкой числа до называемых координатами одна из них определяется высоту определяет высоту другая ширину третья например глубину положение точки точка наблюдения позиции в трехмерном пространстве определяющие положении 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 наблюдателя воображаемая плоскость проходящей через точку наблюдения перпендикулярной линии взгляда называется плоскостью отображения которая определяет границы области видимые наблюдателю например вы экране видите ось y ось x ось y то есть z это точка наблюдения плоскость отображения начала координат которые я вам только что сказала да трехмерном пространстве например вершины объекта имеет абсолютное положение в трехмерном мире да и оно должно быть привязано к определенным глобальным мировым координатам кроме того эта точка имеет локальные координаты которые определяются ее маски местоположение относительно других частей объекта да в большинстве программ 3d графики присутствуют следующие сущности трехмерных сцен да объекты наблюдатель это может быть например камера источники света свойства материал объекта да пространственные модели существует три основных типы модели описание трехмерных объектов с помощью проволочной сетки и второе описание объекта поверхности третье сплошными телами до проволочная сетка wire frame до суть поверхности строится из серии пересекающиеся линии принадлежащих поверхность объекта да как правило в качестве таких линий принято использовать отрезки прямых достоинством проволочного представления является простой и эффективный способ построения объектов описание объекта поверхностям суть объект представляется в виде тонких поверхностей под которыми находится пустое незаполоненное пространство описание объекта сплошными телами суть заключается просто представление сложного объекта в виде объединения простых объемных примитивов обычно такие примитивы включает кубы и цилиндры и конусы эллипсоиды и другие подобные формы для создания компьютерных график используются специальные и специальные программы которые называются 3d редакторами они предоставляют в расположении пользователь трехмерное пространство в котором можно создавать перемещать или вращать 3d объекты кроме того в современных 3d редакторах имеются специальные инструменты которые заставляют объекты самостоятельно двигаться то есть создают на их основе анимацию до программа 3d max о которых пойдет речь в этом теме является именно таким 3d редактором одно это одно из самых популярных в мире приложений для разработки трехмерной графики при помощи которого созданы многие известные фильмы игры и рекламные ролики да трехмерная графика это что-то среднее между компьютерной игрой и съемкой настоящего фильма однако 3d редактор это окно и окно в виртуальный мир который является вашей съемочной площадкой и только вам решать какой фильм вы будете снимать какие в нем будут декорации и актеры до процесс создания трехмерного объекта как реального фильма делится на несколько обязательных и последовательных этапов одни одинаковые независимо от того в каком 3d редакторе выполняется проект и какой это проект полнометражный фильм или короткий рекламный ролик трехмерный проект часто называют сценой до во время съемок реального фильма режиссеры сначала подбирает актеров и решают где именно будут происходить съемки а при необходимости создают декорации до затем на месте съемки устанавливаю устанавливаются камеры и освет дают освещение актеры гримируют и наконец производит съемку до поскольку с первого раза достичь наилучшего результата практически невозможно в большинстве случаев режиссеры уже снимают одну и ту же сцену несколько раз несколько дублей в своей работе 3d художники повторяя те же этапы они делают декорации для своей виртуальной съемочной площадки создают актеров трехмерных персонажей заставляют их двигаться раздвигают устанавливают освещение и выбирают выбирают точку съемки да 3d художники также приходится накладывать грим на актеров а кроме того раскрашивать все предметы в виртуальное мира да делая их похожими на настоящие в трехмерное пространство 3d max не существует никаких предметов виртуальный мир наполняется разными объектами которые создают пользователи в 3d редакторы это относится в трехмерным персонажем зданием городам лесам или любым другим вашим виртуальным вещам виртуального мира да процесс создания трехмерных объектов называется моделированием а сами объекты моделями в отличие от риса рисованного изображения например рисованного изображения трехмерную модель можно вращать и перемещать трех измерениях глядя на ее со всех сторон в зависимости от того какой именно объект нужно создать на его моделирование можно уйти от несколько секунд до нескольких месяцев например шкаф можно сделать за пару минут а создание человеческой головы может занять не один день до существует множество разных способов моделирования с которыми вы познакомитесь в следующих то лекциях анимация например мы знаем анимацию да у нас на телефоне или на компьютерах бывает гиф да анимированные анимация в отличие от моделирования не является обязательным этапом создания трехмерных проектов например если дизайнер работает над проектом интерьера квартиры ему не нужно заставлять объекты двигаться поскольку для того проекта важно показать внешний вид и размещение предметов в помещении если же создаются рекламный ролик или какой-нибудь эффект наподобие взрыва то без анимации не обойтись анимация подозревает изменение положение объектов которые присутствуют в трехмерном пространстве во времени например если требуется сделать анимацию падающего карточного домика то размещение карт в первом кадре будут отличаться от их положение в которых в следующих кадрах во втором следующем кадре таким образом процессе создания анимации 3d художнику необходимо разместить уже создаваемые им объекты в каждом кадре теперь у нас пространственная модель основное моделирование объемных тел в трехмерном пространстве является плоские многоугольники многоугольники бывают выпуклыми и вогнутыми да выпуклыми называют многоугольник в котором линии проведение между любыми двумя точками будут всегда проходить внутри фигуры операция выпуклыми многоугольниками происходит быстро и проще для повышения скорости рендеринга на практике многоугольники разбирают на простейшие фигуры треугольники поскольку они обладают двумя важнейшими свойствами всегда выпуклые и всегда плоские любой объект трехмерной графики в конечном итоге предоставит предстает как совокупность треугольников треугольник описывается координатами вершин и векторами нормами к ее поверхности многоугольники могут содержать треугольники с общими вершинами так называемую ленту треугольников и вера треугольников то что значительно упрощает расчет трансформации и освещения если вектор норм нормали например направлен к плоскости визуализации эта сторона объекта считается передней и проецируется на плоскость в противном случае треугольник не отображается как считается невидимым операции трансформации объекта изменение размеров смещения вращения сводится к расчету новых координат вершин треугольников по отдельности или состав объединения для общих вершин типы источников света до точный источник светящий во всех направлениях это у нас лампочка параллельные это тип не имеет определенного источника света светит в одном направлении типы источников света прожектор тип имеющий определенный источник света но светящий в заднем направлении в виде направленного конуса или пирамиды типы отображения света от поверхности при расчете освещение освещенности грани в компьютерной графике учитывают следующие типы отображения света от поверхности рассеянные диффузные зеркальные это рассеянное отображение интенсивность освещения грани объектов рассеянными светом считается постоянным в любом точке пространстве диффузное отображение это диффузное отображение у нас интенсивность диффузного отображения пропорционально конусу косинусу угла между нормальных поверхностей и направлением на источник света где у нас интенсивность источника света k это коэффициент диффузного отображения это диффузное отображение у нас свойством диффузного отображения является равномерность по всем направлениям от отраженного света поэтому таких а такие объекты ему имеют одинаковую яркость вне зависимости от угла образа зеркальное отражение можно получить от любой блестящей поверхности блестящие поверхности отражает цвет не одинаково по всем направлениям при зеркальном отображении на объекте виден у нас блик причем блик как правило окрашает окрашивает свет падающего света да это у нас изображение зеркального отображения зеркального зеркально отраженный свет можно будет увидеть если угол между векторами отражения или вектором наблюдения угол альфа равен нулю да зеркальное отражение Интенсивность зеркального отражения определяется по формуле, где вы видите на экране. Зеркальное отражение, интенсивность зеркального света обратно пропорционально расстоянию от источника до грани. Таким образом, интенсивность грани складывается из трех составляющих рассеянного света, диффузного света и зеркального света. Материалы – это совокупность настроек, определяющих внешний вид материала. Параметры материала задаются с помощью числовых параметров или с помощью текстурных карт. Материалы могут присваиваться как, например, ко всей поверхности объекта, так и отдельным его граням. Основные свойства материалов – это свет, отражение, самоосвечение и т.д. Текстурные карты – это растровые изображения в формате JPEG, GIF и т.д. Или процедурные текстуры, генерируемые программой путем использования специальных алгоритмов. Изображение, которое можно наносить на поверхность объектов, либо использовать для изменения свойств материала. Технологии композиционных текстур. Используются две текстуры – базовая и детальная. Базовая текстура содержит основные элементы и обеспечивает общий фон. А детальная текстура содержит лишь мелкие элементы, необходимые при рассмотрении объекта вблизи. Обе текстуры смещаются в порции, пропорции, зависящие от расстояния до плоскости проецирования. Дальше и ближе. Графический 3D-конвейер. Графический 3D-конвейер – это процесс визуализации трехмерных сцен. Конвейерный принцип обработки информации означает, что необходимо выполнять вычисления по одним и тем же формулам с разными данными. Вершины, геометрические преобразования, отсечения, проектирование преобразования, растровое преобразование и пикселей. Этап графического 3D-конвейера – геометрическое преобразование. Внутреннее представление геометрических объектов должно быть преобразовано на этой стадии – в представлении в системе координат устройств отображения – дисплей и принтер. Каждое такое преобразование можно предоставить в матричном форме, причем последовательное преобразование выражается при умножении соответствующих матриц, элементах преобразования. В результате формируются матрицы комплексного преобразования. Этапы графического 3D-конвейера – отсечения. Вторая важная операция в графическом конвейере – отсечения. Клиппинг. Проектные преобразования. Существует множество видов проектного преобразования, из которых позволяет использовать математический аппарат операции с матрицами размером 4х4. Расторовые преобразования. Преобразование описывается двухмерных объектов – в коды, засветки, пикселях, буфере и в кадре. Картинная плоскость. Камера создают 4 типа параметров, однозначно определяющие характеристики создаваемых ею изображения. Положение камеры задаются положением центра проекции. Ориентация, фокусное расстояние объекта камеры фактически определяет размеры изображения на плоскости проекции. Размеры, высота и ширина задней стенки камеры. Картинная плоскость. Положение камеры определяется некоторой точкой на плоскости, которую будем называть опорной точкой и нормальной картинной плоскости. Вы видите на экране картинную плоскость. Проекция. В общем случае проекция преобразует точки, заданные в системе координат размерностью n. В системе координат размерностью меньше, чем n. Проекция делится на два основных класса – параллельные и центральные. Вы видите центр проекции бесконечности, картинная плоскость, проекторы, центры проекционности. В случае параллельных проекций видимый объект определяется направляемым проецированием. Они представляют собой неограниченный параллельный певет, стороны которого параллельны направлению проецирования. Видимый объект различных проекций, центральная проекция, ортографическая параллельная проекция, Буфер глубины, принцип работы буфера глубины. Вначале в Z буфер заносится максимально возможное значение Z, а в буфере генерация заполняется значение пикселей, соответствующие фоны. Программы трехмерной графики. Основные возможности 3D Studio Max – моделирование геометических форм трехмерных объектов, имитация физических свойств материалов, анимация, моделирование динамических свойств движущихся объектов с учетом их соударений, сил, тяжестей. Сегодняшняя тема у нас подошла к концу. Спасибо за внимание.